Добрый вечер! В эфире Каратыши Маунт Шоу. Друзья, тут протоукры решили, что теперь и Антарктида им должна. Смотрим сюжет. Возле украинской полярной станции Академик Вернадский, которая расположена на острове Галиндес, разведано три месторождения нефти и четыре месторождения газа. Об этом сообщил директор Национального антарктического центра Министерства образования и науки Украины Валерий Литвинов. Это ж такой богатейший материк. Не побоюсь сказать, что богатство Украины будет прирастать за счет Антарктиды, заявил Литвинов. Ну все, срочно проложить трубу. На карте мира появилась исконно украинская оккупированная земля. Капец пингвинам. А вообще имеют право. И плевать они хотели на международный запрет и статус Антарктиды. Великие предки, протоукры специально заворозили Антарктиду на случай кризиса на Украине. Предвидели же, эти месторождения могли найти только те, у кого есть протоген. Вот почему русские и американцы не обнаружили, а украинцы обнаружили. Мне кажется, тут все очевидно. Протоген. Я не могу с них. Поставили станцию и тут же все мое. Возомнили себя Антарктической державой. А с учетом того, что станцию им подарили англичане, легче было подарить, чем снести. Так вот, теперь пингвинам придется объявить о создании АНР. Антарктическая народная республика. И да начнется антипингвинная операция. Нет, знают же, что до 2041 ничего не светит. И даже после. Но все равно перемога. Осталось чуть-чуть подождать. Таким же успехом можно объявить, богатство Украины будет прирастать за счет Венеры, Сатурна, Нептуна, Альфа-Центавры. Есть хорошая фраза. Дурак думкой богатеет. Эй, протаукры, как бы нам не пришлось спасать, эвакуировать вас из этой сраной станции, как мы это сделали, например, в Йемене. В общем, на этом все. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. Также не забывайте делиться выпуском. Кто не посмотрел новый 88 выпуск, вот он. Ну и, конечно, ставьте лайки, дорогие мои. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok